Игрушка Самые простые экземпляры игрушек представляют собой сучки дерева, лишь немного подправленные с помощью ножа. В некоторых регионах в создании игрушек использовали силовые шишки, служившие руками или ногами для фигурок в виде обитателей леса или вымышленных фольклорных персонажей, маховиков, изображавших дровосеков или старушек с вязанками хвороста на спине. Известен факт, что на Парижской выставке 1890 года маховики были с восторгом встречены зарубежной публикой. Богородская игрушка происходит из села Богородское, Московской губернии. Ее история насчитывает более 350 лет. Существует красивая легенда о том, как мать решила порадовать своих ребятишек и вырезала из дерева фигурку, которую назвала АОКа. Детишки поиграли с забавной деревянной игрушкой и забросили ее на печку, где она и пылилась, пока глава семейства не решил ехать на базар. Он-то и прихватил с собой АОКу, которая не только сразу же привлекла покупателей, но также вызвала и настоящий ажиотаж, после чего семья занялась прибыльным и полезным делом – делать игрушки из мягких пород дерева. Изделия известны во всем мире, и их по достоинству оценили не только дети, но и скульпторы с мировым именем. Отличительная особенность Богородской игрушки – это отсутствие явных деталей и строгих резных форм в изделиях. Благодаря такому способу изготовления игрушка развивала у детей творчество и фантазию. Богородские игрушки Редко разукрашивают или расписывают. Поверхность готовых фигурок зачищают наждачной бумагой и украшают резьбой. Сюжеты Богородской игрушки Герои сказок и басен Богородская игрушка настолько прочно вошла в жизнь местного населения, что подвижная игрушка с мужиком и медведем стала символом поселка и изображена на его гербе. Деревянная мазыгская игрушка является весьма редкой. Она изготавливалась только для родственников – детей, жен, родителей. На Руси игрушку называли «болбашка», «тарарушка», «щепной товар». Появилась она во Владимирской губернии в среде людей, которые называли себя мазыками. Отсюда и название игрушки. Основная особенность производства игрушки – использование только топора. Другие инструменты применяются крайне редко. Традиционно изготавливают ее из полежка с сучками. Эти сучки используются в изделии. Они могут превратиться в хвост, клюв, плавники. Федосеевская игрушка изготавливалась в деревне Федосеево, Нижегородской губернии. Здесь проживал умелец Яков Александрович Александров, который мастерил подвижные игрушки из щепок и досок. Эти игрушки мастерят с помощью ножа и топора. Щепки и дощечки сколачиваются гвоздиками и расписываются незамысловатыми узорами. Сначала игрушки расписывали гусиным пером. Позднее стали окунать изделия целиком в желтую краску, получая солнечный фон, а затем наносить цветы. Основной сюжет этой игрушки – кони. Еще вырезали кукольную мебель, автомобили, лодки, карусели. В 30-х годах прошлого века игрушки стали выпускать на промышленной основе в городе Семенове. Но в 50-е годы промысел стал терять былую популярность. В настоящее время игрушки вновь возрождаются. Нижегородская область в России – самая богатая на народные промыслы. Резьба по дереву, камни, кости, различные виды росписи, плетение из лозы, ювелирная филигрань. Но и среди всего этого богатства не затерялась городецкая игрушка. Конь-качалка – главный тренд городецкой деревянной игрушки. Расписных скакунов на полозьях здесь делают до сих пор. Делают в городце и детские стульчики-качалки. Конь-каталка – второй по важности товар в городецком ассортименте игрушек. Для элементарной с виду игрушки нужно было изготовить более 30 деталей и просверлить около 40 отверстий. Ни гвоздей, ни клея не использовали. Детали подгоняли друг к другу с ювелирной точностью. Неваляшку в русском фольклоре называют «Ванька-встанька». Принцип действия основан на том, что внутри игрушки присутствует грузило, в результате чего игрушка стремится занять строго определенное положение. Форма неваляшки удобна и безопасна для малышей. Первые русские деревянные неваляшки появились на ярмарке в начале 19 века. Тогда их называли кувырканами. Считается, что идеи этих игрушек к нам привезли путешественники из восточных стран. Кувырканы изображались в виде богатых купцов или скоморохов. Скоморох был очень популярным в то время. Выступал и как танцор, и как автор, музыкант, певец, шутник, фокусник. Для детей он был словно из мира волшебной сказки. Поэтому на ярмарках особой популярностью среди покупателей пользовался деревянный скоморох. Преподаватель Ульяновского университета Краевед обнаружил, что у знаменитого сказочного ушастого героя Чебурашки был дедушка Волжский Бурлак. В старину Чебурка, Чебурахом или Чебурашкой на Волге назывался непотопляемый деревянный шар на конце бурлацкой бичевы или поплавок невода. Из этого круглого и полого предмета бурлаки делали игрушки для детей. Позднее это слово попало в словарь Даля. Чебурашка, Ванька-встанька, куколка, которая, как ни кинью, сама встает на ноги. Не валяшка и есть настоящий предок Чебурашки. Птица Счастье родом из Архангельской губернии. Изначально игрушку называли Поморским Голубком и подвешили под потолком в переднем углу деревенской комнаты, где располагался стол. Когда на стол помещали кипящий самовар, резная птица, повинуясь потоком горячего воздуха, медленно и торжественно начинала вращаться вокруг оси. Изготовляли птиц счастье из двух сцельных брусков без использования клея и креплений. Противоположные концы одного брусочка тонко нарезаются вдоль. На втором бруске с одного конца вырезается голова птички, с другого продольные разрезы для хвоста. Концы щепок особым образом расщепляют, наподобие веера. В итоге получаются крылья и хвост. В середине каждого из двух брусков делают вырезы для последующего соединения. Изначально изделие светлое, но со временем древесина приобретает золотистый оттенок. В старину на Руси голубков не было принято раскрашивать, но в наши дни популярными стали и раскрашенные птички. В середине 20 века искусство изготовления этой игрушки было практически утрачено. Возрождать ремесло принялся мастер Мартын Филиппович Фатьянов из деревни Селищи Архангельской области. Родина Матрешки – город Сергеев Посад, где впервые была изготовлена деревянная барыня, из которой при раскрытии появлялись фигурки разного размера. История куклы начинается в 19 веке. Почему ее назвали Матрешкой, никто не знает. Возможно, такое имя ей дали покупатели. Имя Матрена было распространено, вот и стали называть игрушку ласковой Матрешей. Так и закрепилось имя Матрешка. Игрушка приобрела большую популярность. Ее стали изготавливать в разных местах, поэтому Матрешки отличаются друг от друга росписью и формой. Сергеево-Пасадская Матрешка имеет яркие, насыщенные цвета и множество мелких, четко прорисованных элементов. Главное отличие Семеновской – крупная цветочная роспись, заполняющая весь центр фигурки. У полхов Майданской Матрешки платок распадает с головы. На голове – трелестник розанна. Овал, заменяющий передник, заполнен цветочной росписью. Розы, георгины, колокольчики, ягодки. Для тверских Матрешек характерна роспись с золотым и серебряным орнаментом. Для украшения Вятской Матрешки используется ржаная соломка. С развитием промышленности и изобретением пластика деревянные игрушки постепенно отошли на второй план. Их место заняли яркие и легкие пластмассовые куклы, кубики, пирамидки. На долгое время игрушки с дерева оставались всего лишь сувенирами. Но в последнее время деревянная игрушка вновь возвращается в нашу жизнь, так как она экологична, практична, безопасна для детей. Эти игрушки развивают детскую фантазию и воображение. Субтитры создавал DimaTorzok